всем привет предупреждаю сразу в этом видео будет убогое качество картинки и дальше сами узнаете почему так что если вы не любите майнкрафт и от пикселей у вас может произойти инсульт жопы то этот видос не для вас остальным же приятного просмотра и так 2020 год пока люди сходят с ума как могут причем не только за бугром но и у нас пока дети ходят на улице и повсеместно слушают сраный кадиллак моргенштерна я зачем-то решил пересмотреть передачи которые показывали на мтв в нулевых я решил почему бы не поностальгировать вместе и вспомнить что там вообще было и смотрите чтобы у вас не свело олдскула сейчас конечно мтв это не совсем то что было раньше раньше все было как-то свободнее дозволение и вы в этом убедитесь я охерел это сознание что я смотрел это будучи пиздюком ну вот чё из этого выросла сижу блять видос на youtube записываю я вообще без понятия чё там сейчас происходит на мтв но взглянув на главную страницу сайта и увидев там пашу техника я надеюсь там остался хоть какой-то дух того старого мтв но сейчас не об этом в этом видосе я не буду разбирать всю программную сетку того времени на мтв в частности я хочу посмотреть на пиндоски передачи которые я смотрел тогда и запомнил тем более что отголоски тех передач можно найти как на современном ютубе так и на телике я вот пересмотрел несколько шоу понял что без озвучки от евгения рыбова я бы блять даже тогда не смог это смотреть озвучку очень сильно дополняла весь этот трэш и угар который там происходил так что shout out shout out евгению рыбову и спасибо за счастливое детство хотя детям те передачи вообще не стоило смотреть делая этот видос я вот хочу сказать что сейчас хуй найдешь эти старые передачи хотя бы в качестве 360 на русском языке так что в этом видео я расскажу о том что лежит в интернетах на поверхности если вам зайдет то я переверну все вверх дном и мы вспомним больше старых передач а начнем мы с лайта эта программа по домам где всякие знаменитости понтовали своими крутыми домами всем привет black star тиви программа по домам мы здесь ой блять нет нет там были настоящие знаменитости их охуевшие дома всем привет с вами илья белок и это ваша долгожданное шоу по домам чё блять и такое есть ладно где там оригинал приветом тебе я тони хок добро пожаловать в мой новый дом и если честно мне что тогда что сейчас не особо интересно было смотреть на все это но в то время я думаю людей башню срывало точно от роскоши от всех этих понтов хотя гости передачи не особо и кичились а просто показывали свой дом вот такая вот не запоминающаяся передача была на mtv с кучей разных знаменитостей приглашаю вашу программу в свой домик еще раз приходите в мой новый дом я вам дам знать когда перееду далее в моей подборке парочка шоу о поиске спарринг-партнера и начнем мы с передачи обыск и свидание в чем же была суть передачи брали претендентов лице трех парней или трех девушек сажали их грузовичок где они вместе с нами смотрели за тем как какой ничел или девка шкура ходили по их домам а главный герой пытались на основе комнаты выбрать себе пару из тех людей что сидели в грузовике но точно также троица претендентов осматривала комнату главного героя и если им предлагали пойти на свидание то они или соглашались или слали нахер и какой же херни и дичи там не происходило больше всего мне нравилось как чуваки просто заходили в чужой дом и делали чё хотели трогали что хотели и всем было норм чтобы подглядывать видимо он же не будет тупо надевать их на голову или вроде того я надеюсь так попробуем что он делается моими трусиками видишь как вам это о нет тогда будучи пиздюком для меня это было даже забавно но сейчас это пиздецко кринжово выглядит хотя это еще не самая кринжовая передача но как говорится вам так повезло за ними че как гоняться надо чтобы его поймать до этого кринжа да но теперь еще раз но и это еще не все да ладно я у вас у всех кое-что взял кое-что оставлю так что же он оставит да детка снимай о боже кстати вы прикиньте не почти в каждое такое шоу ссывали какого-то звездного гостя так например я нашел серию где гостем был еще пиздюк закэфрон все меня зовут закэфрон мне 17 лет я актер прошло блять 15 лет и ему сейчас 32 другой же передачи по поиску своей половинки было шоу следующий и наверное именно отсюда растут ноги у таких шоу как сердца за любовь и всяк такой дичи один автобус 5 претендентов они получат ровно столько долларов наличными сколько минут проведут на свидание тот кто продержится до конца испытание сможет выбрать идти дальше или получить наличное за потраченное время будьте осторожны ведь вы можете оказаться следующими пять претендентов идут на свидание с главным героем передачи который выбирает из них себе пару и платит за каждую проведенную минуту вместе по доллару главный герой может предложить пойти на второе свидание а претендент либо заберет бабки либо они пойдут на второе свидание но уже без камер вот тут кринж и абсурд был уже повыше похихикать можно было как минимум с краткой биографической справки но это так для затравки что же могло происходить в самом шоу вот просто для примера идет свидание у одной из претенденток они там даже уже целуются с главным героем чуть ли не порно кастинг на колесах устраивают а в это же время другие претендентки организуют шоу талантов боже мой вот это да бритни а ты что умеешь а я могу показать птеродактеля только не пугайтесь мы готовы кроме того по телеку могли показать передачу с геями и лесбухами вы можете представить себе такое в наше время на наших каналах я нет но еще каких-то 15 лет назад вы спокойно могли увидеть на мтв такое и впоследствии таких вот любовных передач забугорного и отечественного производства было очень много но давайте перейдем к лютому таршаку за который людям реально платили деньги итак передача давай на спор которые вы увидите выполнялись под надзором профессионалов не пытайтесь повторить то что вы видели дома это программа давай на спор программа которая доказывает что люди готовы на все суть шоу состоит в том что людям платят бабки за любую дичь которую они согласятся выполнить я надеюсь вы очень голодные потому что вам придется съесть пенис бычий пенис но естественно не все соглашаются на такое я не могу я пас чувак не ломайся я дам тебе 350 баксов о ладно хорошо а нет сложно оказывается отказаться от участия в таком-то конкурсе и вот подобной дичи там было очень много в основном конечно споры заключались на поедании чего-либо и людей там тошнило они измазывались в каком-то говне делали живую мышеловку в общем странная вещь там за не очень большие бабки происходили но людям нравилось и они смотрели естественно я не мог не сказать о классике классик тачку на прокачку я думаю вот это шоу точно каждый видел и знает что это такое но ладно объясню для зумеров дядя экзибит брал ужасно убитую тачку и делал из нее конфетку ну точнее не он а его команда а он просто рядышком стоял эх молодой экзибит тогда он еще не мог представить что однажды поднимется так высоко что будет рекламировать клинская я думаю в детстве каждый хотел чтобы к нему домой пришел экзибит и и какой же балдеж был смотреть за тем как они из говна на колесах делают перевозной музыкальный центр с миллионом телевизоров разных размеров боже мой у меня разыгрывать это не мое не может быть так здесь у нас 23 дюймовый монитор причем можно делать два дела одновременно играть в нинтендо геймкьюб и смотреть dvd эх сколько мемов сколько воспоминаний но мне кажется нормально вернуться уже ни одна из этих передач не сможет в общем-то это те передачи которые я смотрел на мтв давным-давно и они мне запомнились да там еще было много бабских шоу уже можно короли танцпола ну например уже можно хер найдешь на русском языке да и я не особо смотрел это шоу а вот короли танцпола просто ужасном качестве лежат в интернетах хотя в свое время я от них тоже кайфули ловил если вы вспомнили еще какие-нибудь прикольные старые шоу с мтв пишите их название в комменты обсудим по ностальгируем прослезимся естественно ставь лосось и подписывайся на этом все пока